Свердловская филармония Мы не хотели бы слушать классическую музыку, но были лишены этой возможности. Мы решили создать виртуальные филиалы филармонии в нескольких населенных пунктах Свердловской области и назвали их филармонические собрания. Виртуальные концерты проводятся в первую очередь для организованного слушателя. В некоторых городах это совсем небольшие группы людей, всего 20-30 человек. В целом по области число постоянных слушателей составляет примерно 500 человек. Я живу в сельской местности, население маленькое, деревни далеко друг от друга. На территории нашего поселения может уместиться не одно европейское государство. А добраться до города мы не в состоянии, потому что и за рекой, и погода не дает, и местные условия. А вот оставать-то мы не должны, и поэтому нам придет навстречу виртуальный концертный зал. Я считаю, что это очень нужная идея. Почему? Потому что не все люди могут участвовать на концертах, в живых концертах. Но, во-первых, это далекое расстояние, не всегда иметь возможность свободного времени, чтобы посещать эти концерты. А вот в виртуальном зале у нас собирается довольно приличное количество людей, значит, любителей музыки, которые с удовольствием просматривают и слушают эти программы. И я думаю, что этой программе надо жить и развиваться. И я думаю, что приобщение вот к этому искусству таких городов, как Камышлов, дает большой такой скачок в развитии культуры в городе. Концертом 20 сентября открылся четвертый сезон виртуального концертного зала. 259 слушателей Свердловской области имели уникальную возможность, придя в городскую библиотеку, где располагается виртуальный концертный зал и установлено все необходимое оборудование для приема трансляции, посмотреть концерт в режиме онлайн и обрести уникальное чувство сопричастности к тому, что происходило в Большом зале Свердловской филармонии. И вот единое мнение всех, что когда мы смотрим прямые трансляции, ощущение, что мы находимся в Большом зале Свердловской филармонии. Вот это несравнимо просмотра с записями. В рамках второго симфонического форума состоялось подведение итогов и гала-концерт Всероссийского конкурса композиторов на создание симфонического произведения для детей «Петя и Волк». Гала-концерт в режиме онлайн посмотрели шесть филармонических собраний, а это 166 ребят из удаленных поселков и городов. Они также приняли участие в голосовании, и прямо на концерте был вручен специальный приз зрительских симпатий от филармонических собраний. Важна в любом случае система работы, поэтому одно звено, где-то с ним попадает, то система не будет работать. Поэтому я как-то душой прониклась именно за системность этой работы. Поэтому здесь, конечно, нам важно вот эту посетительскую программу воспитательную выстроить вместе с образовательными учреждениями. Я призываю всех тоже не бояться, так сказать, академичности, что ли, концертов, а именно, как говорится, чтобы научиться плавать, нужно войти в воду и плыть. Чтобы понимать высокую музыку, нужно ее просто-напросто слушать. И вот филармония нам такую возможность предоставляет слушать. В 2012 году создан и функционирует первый мини-зал для проживающих в доме для инвалидов и престарелых Уктусский. Открытие вот этой вруктуального зала, оно внесло какую-то необычную, необычную такую живую струю жизни коллектива, проживающих наших пенсионеров. В принципе, я сам сначала был как-то вот, ну, не пессимистично, не совсем уверен, что вот этот вид, я не знаю, как обозвать, что он у нас приживется. Понимаете, люди же достаточно преклонного возраста, люди, которые вообще первый раз это видят, потому что многие, даже не горожане, приехали, значит, прожили всю жизнь в сельской местности, они вот даже не знают, что такое. Тут даже, некоторые, так бывает. А тут сразу, у нас вот такая величина. И мы рады, что вот вся эта затея, она получилась. И она, она прижилась, и она пользуется авторитетом. Мы ждем, прежде всего, вот, как-то вот, чтобы вот так унуться в эту музыку. Музыку, именно музыку. Да, 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 именно музыку и слова. Вот, отвлечься абсолютно от всего. Утануть высоту. В перспективах развития виртуального концертного зала создание к 2015 году филармонических собраний в каждом муниципальном образовании Свердловской области. Транслирование до тысячи виртуальных концертов для 25 тысяч слушателей ежегодно. В последние два-три десятилетия нашей эстрады при помощи такого сильного инструмента, как телевидение, было вытоптано все культурное пространство. Я имею в виду вопрос о классике. А жители еще в городе, особенно и старшего поколения, которые помнят это, помнят классику, помнят театр, когда они, по сути, оказались за бортом культурного пространства, то с появлением виртуального концертного зала и по системе онлайн у них появилась очень хорошая возможность, и они с удовольствием ходят и посещают передачи, смотрят выступления. Редактор субтитров А.Семкин